Всем привет! Тысячу лет ничего не записывали. Продолжим сейчас с того, что практический лист наш немножечко обновим. Надо уже, конечно, заканчивать LPI-экзамены, но как-то очень сильно завал по работе. Мы начинаем сейчас серию уроков по практическому Linux на тему связки DNS-сервера и DHCP-сервера. Чтобы было понятно, что это такое, давайте я вам на презентации парочку картинок покажу. Начнем, разобьем занятие, как обычно, в несколько частей. Я постараюсь недолго разглагольствовать. Сейчас мы будем разбираться с тем, как настроить нам сетевые карточки, для того, чтобы потом развернуть DNS-сервер и DHCP-сервер. То есть вообще у нас суть задачи создать такой сервер поддержки внутренней инфраструктуры, простенький, который я часто разворачиваю в небольших сетях. DNS, DHCP и IP-табл. IP-табл захватывать будем в следующей серии уроков. Чтобы говорить о чем-то, нужно сначала объяснить, как пробегают DNS-запросы. Я, опять же, сильно прогружаться не буду. Нужно понимать, что клиент, когда отправляет DNS-запрос, то есть он пытается найти IP-адрес, соответствие IP-адреса какому-то сайту, или наоборот, соответствие имени сайта, его IP-адресу, он начинает сначала искать информацию в локальном файлике hosts. Эти файлики по-разному находятся в Windows-ах, в Linux-ах. Суть в том, что есть такой текстовый файл, и в нем написано какое-то соответствие. На этом часто основаны какие-нибудь кряки и ломалки для программ, когда вы пишете 127.0.0.1, то есть свой IP-шник, и дальше какой-нибудь, не знаю, сайт-активатор. Значит, ищет клиент, например, когда он вбивает в адресную строку Яндекс.Ру, ищет информацию сначала в файлике hosts, о том, где у нас, какой IP-адрес имеет сайт Яндекс.Ру. Если в файлике hosts нет этой записи, ищет информация в кэше на этом компьютере, в кэше DNS, то есть если вы уже запрашивали раньше информацию о том, где находится Яндекс, и это было относительно недавно, то есть у каждой такой записи в кэше есть time to lift, это tail, такое время актуальности этого пакета, время актуальности записи. И в кэше, если есть информация о том, что у Яндекса такой-то IP-адрес, эта информация была получена не так давно, вы сразу из кэша берете информацию, и сразу по этому IP-адресу переходите, и едете, собственно, в Яндекс. Если нет ни файлики hosts, ни в кэше, вы начинаете обращаться к своим DNS-серверам. На картинке у нас предпочитаемый альтернативный, то есть его можно назвать primary и secondary. Вообще можно указывать больше DNS-серверов, чем 2, это такая стандартная картинка. DNS-серверы у них точно так же есть свой кэш, есть своя база данных. Если у него нет информации в базе данных, он ищет информацию кэши, если в кэше информации нет, он начинает спрашивать информацию выше стоящих серверов. То есть у нас просто DNS-запрос бежит, 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 до тех пор, пока не получит какую-то достоверную информацию. Как только достоверная информация получается, вопросы возвращаются обратно. У нас есть с вами обычная какая-то структура. Чаще всего в локальной сети есть отдельный какой-то firewall и прокси-сервер. На нем у нас располагается маршрутизатор. Он подключен одной сетевой карточкой в интернет, другой сетевой карточкой в локальную сеть. И где-то в локальной сети у нас есть с вами DNS-сервера. Например, если мы говорим о Windows, у нас с вами контроллер доменов, и на нем есть интегрированный, допустим, DNS-сервер. DNS-сервер в нем есть своя база данных, которая содержит информацию о связках IP-адрес и имя-узла для локальной сети, то есть для ноутбуков, для компьютеров, для сетевых принтеров, для чего угодно. То есть он знает информацию о своей локальной сети. То, чего он не знает, например, IP-адрес сайта Яндекс.Фу, он будет спрашивать у вышестоящего DNS-сервера. То есть мы чаще всего указываем в нашей локальной сети компьютерам то, что есть DNS-сервер. DNS-сервер указываем то, что если он не находит информацию, он спрашивает у вышестоящего. Вышестоящего по-хорошему нужно указать firewall или прокси, а firewall или прокси уже будет переадресовывать запросы, например, на DNS-сервер вашего провайдера. Или можно сразу указать гугловский DNS IP-шник 8888, но это будет работать немножко подольше. Вообще говоря, вот это вот эталонная такая структура, с которой, по идее, нам нужно работать. Но для этого придется заводить кучу виртуальных машин. И, в принципе, я тоже иногда, опять же, в маленьких сетях на одну машину сразу заваливаю и firewall, и прокси, и DNS. Вот это та конфигурация, с которой мы сейчас будем работать. То есть у нас на DNS-сервере будет с вами две сетевые карточки. Одна сетевая карточка смотрит в локальной сети, другая сетевая карточка смотрит в интернет. Соответственно, на этом сервере у нас есть своя база данных DNS, которая смотрит информацию, хранит информацию о локальной сети. И если не находит информацию, этот сервер начинает передавать запросы выше моему провайдеру. Я в своем случае буду передавать запросы своему рутеру, а мой рутер реально физически будет слать запросы дальше. То есть это та конфигурация, с которой мы сейчас будем работать. В принципе, сразу забегу вперед, вот эта предыдущая конфигурация, она намного проще, здесь у сервера только одна сетевая карточка, он все прослушивает по ней, если что-то не понимает, передает запрос в рулому айпишнику. Эта конфигурация немножко посложнее, поэтому с ней будем возиться, здесь две сетевые карточки, здесь немножко другие маршруты. Делать мы все, продолжаем в VirtualBox, и вот мой Ubuntu сервер, я вам просто хочу показать то, что у меня на нем две сетевые карточки. Одна сетевая карточка смотрит в виртуальную и локальную сеть, другая сетевая карточка у меня через сетевой мозг подключена, то есть другая сетевая карточка будет находиться со мной в моей физической сети реальной и получит айпи адрес от моего рутера. То есть практически вот эта вторая карточка, это мой будет выход в интернет, первая карточка это моя внутренняя сеть. Вот она наша Ubuntu, для начала вам нужно убедиться, что у нас появилась вторая сетевая карточка. Если мы с вами введем ifconfig, мы с вами увидим то, что у нас, немножечко съехала строчка, мы с вами увидим то, что у меня только одна сетевая карточка, и то по ней нет никакого интерфейса. Значит, где у нас настраиваются все сетевые интерфейсы? У нас есть с вами, через редактор V, откроем файл etc.network.slashinterfaces. Тут находятся у нас настройки всех интерфейсов. В частности, у нас, видите, написано то, что есть петлевой интерфейс, loopback, мы его не трогаем. У нас есть автоматический Ethernet 0 и его настройки. Автоматический говорит о том, что эта сетевая карточка будет автоматически включаться, если надо будет ей, ну, если у нас система включается. И настройки вы видите и NetDHCP. Первая сетевая карточка, напомню, я говорил, потому что она будет смотреть на нас в локальную сеть, поэтому нам нужно ее будет сейчас переписать в настройки немножко. Но у нас есть еще вторая сетевая карточка, которая у нас смотрит якобы в интернет, через мою сеть, через мост сетевой, поэтому нам нужно здесь прописать ее будут настройки. Я попробую скопировать это строчечку, несколько строчек, буквой Y и вставлю их ниже буквой P. Вот вставилось, прекрасно. Теперь мы можем спокойненько взять и начать редактировать. Значит, для первого сетевого интерфейса нам нужно указать его настройки. То есть автоматически нам нужно, чтобы он включался, да, но только настройка у него будет не DHCP, а static. То есть мы вручную все укажем. Дальше что мы укажем? Адрес будет равен у нас на моем сервере, давайте, 192, 168, ну, например, 1, хотя через 0, давайте, 0, 1. Маска, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 0. Шлюз нам здесь не нужен, потому что у нас на этой машине две сетевые карточки, и шлюз будет у нас на второй сетевой карточке, потому что наша машина выходит на интернет через вторую сетевую карточку. Далее, здесь мы должны с вами еще прописать информацию о DNS. Раньше мы прописывали информацию о DNS в отдельном файле, я об этом сейчас немножко дальше скажу, но уже несколько лет у нас новый ставим файл, вот этот вот Network Interfaces, и мы в нем можем прописывать все, что нам нужно. В частности, мы можем здесь написать строчку DNS Name Servers. Я вам брошу ссылку на хороший мануал, а если забуду, вы мне об этом, пожалуйста, в комментариях напомните. По 27.0.0.1. Далее мы указываем поисковый домен здесь же, DNS Search. Тут мы должны написать имя нашей сети. Давайте пусть у нас будет сеть с LabLocal на будущее сразу. Лабораторная сеть, вот такая, LabLocal. И DNS Domain. Сейчас это не играет никакой роли, у нас еще ничего не настроено, у нас просто отдельно изолированный сервер. LabLocal. Так, и вторая сетевая карточка, нам нужно, чтобы она включалась автоматически и получала настройки тоже автоматически. Давайте лишние пустые строки я уберу. Escape ZZ, сохраняю файл. И могу теперь перезапустить службу сети и проверить применительные настройки. Sudo, Service, Networking, Restart. Прекрасно перезапустилось. Если я допущу ошибки, у нас сейчас ничего не получится в синтезе, если смотрим и в конфиг. И видим, у нас появился и первый сетевой интерфейс IP-адресом 0.1, и второй сетевой интерфейс, который получил автоматически адрес в моей подсети локальной, с 32.98.97.37. У меня подсеть моя реально физическая 97. То есть сейчас мы с вами научились включать сетевые карточки и давать им настройки. С этим может быть закончено. Давайте сразу, я уверен, что у меня уже теперь есть интернет по второй сетевой карточке, установим необходимые пакеты. Пока еще не говорим о DNS, я просто делаю apt-get install. Я хочу подключиться туда через PuTTY, потому что мне нужно будет туда-сюда вставлять большие блоки текста, скорее всего. Хотя, может быть, я и вручную здесь наберу, посмотрим. Но проще будет через PuTTY. Open SSH сервер. Возможно, он уже у нас установлен. Да, прекрасно, он уже установлен. То есть я уже могу через протокол SSH подключаться к моей вот этой вот виртуальной машине из своей локальности и спокойно ее админить. Наверное, на следующем занятии начнем с того, что по путик не подключимся. И сразу отключим Firewall. Опять же, мы сейчас находимся в лабораторной среде, поэтому мы можем его отключить. А так у нас, по сути, это пограничный сервер. Одной своей сетевой карточкой он смотрит в интернет. И на нем, безусловно, если мы отключаем Ubuntu Firewall, нужно настроить четко IP tables, чтобы у нас никакие пакеты туда-сюда лишние не бегали. Но опять же, я вас не буду перезагружать знаниями на этом занятии. У FVD-Sable прекрасно, Firewall остановлен и больше работать не будет. Давайте у нас есть еще немножечко времени. Я сразу вам покажу, как раньше у нас настраивался DNS. Значит, у нас есть с вами папочка. Давайте я почищу экран. Есть папочка etc.resolve.conf. И в ней есть несколько тоже подпапочек, порядок интерфейсов и так далее. Нас интересует resolve.conf.d. И в ней есть Base и Head. Обычно здесь бывает еще и Tail. Но по-разному в разных версиях Linux, в разных версиях операционных систем здесь по-разному. Значит, Base. Тут хранится основная информация о настройках DNS. В Head хранится заголовок, то, что вставляется перед основной информацией. И есть еще файлик Tail. В нем хранится информация, которая вставляется после вот этой динамически создаваемой конфигурации. То есть у нас есть здесь файлы, которые все создаются автоматически. И в принципе их содержимое по-разному ведется. В предыдущих версиях Linux мы как раз в эти файлы писали информацию. Давайте глянем, например, на файл Head. А сейчас у нас вот здесь пишется нам то, что не редактируйте этот файл вручную. И сейчас у нас всегда этот файл генерируется автоматически. Мы можем сейчас взять и посмотреть, например, информацию об основном файле DNS от etc.resolve.conf. Вот здесь вот информация о DNS. И видите, сюда внеслась какая информация. У нас внеслась сюда информация, что у нас есть name server 162.168.97.1. И поисковый домен lablocal. То есть он 97.1 взял автоматически из второй сетевой карточки. Я боюсь, вы здесь можете запутаться. Так что давайте я вам, наверное, на это тоже дам мануал в описании к видео. Он получил у нас автоматически DNS сервер. Но я ему еще же вручную писал для первой сетевой карточки. Давайте попробуем обновим конфигурацию. Supervisor.do.resolve.conf.update. Обновили. Пробуем еще раз. Ну да, ничего не изменилось толком. Давайте еще раз глянем. Может быть я там в первом файле что-то напортачил, когда создавал интерфейсы. Хотя, скорее всего, здесь именно он берет информацию только о поисковом домене name server. Почему-то. Смотрим. DNS name servers. Все правильно. Name servers. О, ошибочка моя появилась. Servers. Говорю тут, что плохо, он, конечно, про описание не проверяет. DNS servers. ZZ. Service. Network. Networking. Все время путаю в разных дистрибутивах по-разному. Где network, где networking. Прекрасно. Resolve.conf. Вот теперь он нас перезаписал name server. Опять же, это, возможно, не совсем то, что нам нужно в данной ситуации. Он потому что указал первый интерфейс как основной и взял с него сейчас DNS server. Но нам на данном этапе это все, в принципе, безразлично. Мы сейчас с вами разобрались с тем, как добавить еще одну сетевую карточку в конфигурацию Linux и настроить сетевые карточки. Кроме того, мы с вами сразу посмотрели информацию о том, где у нас и как настроен DNS server. То есть мы с вами готовы к следующему занятию. На следующем занятии будем проверять, как у нас с выходом в интернет, как бегут запросы. И будем ставить DNS server сам, который будет у нас как раз этим всем заниматься. Сейчас конфигурация сырая, потому что у нас две сетевые карточки. Непонятно, что куда бегает. Непонятно, на каком DNS server что он будет искать. Но на этом нам, наверное, на сейчас достаточно. Продолжение следует...